Это комната Кеноведа, типичная в этом самом доме ЭТР. Больше ничего не было. Веда отцвета. Буду пролистывать. Да, значит, так-так-так-так-так. Электричком, в котором все ездили. Петь, можем вставочку? Мемуары. Потому что в Электричках симпозиумы проводили, и не просто киноведческие. В «Госмофон» приезжали режиссеры насматриваться. Насматриваться перед каждой новой работой. Причем самый знаменитый режиссер. От Тарковского. Ну, вся-вся. Все ведущие режиссеры. Я обычно... Сначала они советовались с нами, с работниками, что лучше посмотреть. Начинали обсуждать еще там. А потом уходили, вместе ехали в Москву. И это вот, к сожалению, не снималось, не записывалось. Но это потрясающие симпозиумы были. И никогда таких прямых разговоров киноведов с режиссерами, да еще с ведущими, больше не было. Вот уникальный случай. За 50 километров пока электричество зайдет, можно было все обсудить. Но, кстати, что осталось... Сейчас этого уже нету. Нынешние режиссеры очень мало приезжают. Но я помню, как был поражен совершенно наш предыдущий директор, очень специфический человек, Николай Михайлович Бордачев. Более чем? Да. Более чем специфический человек, который проработал в архиве 20 лет, я так и не понял, чем он руководит. Но когда сотрудник нашего отдела, Тамара Сергеева, человек без научных степеней, с малокоричной публикацией, которая для него была на уровне уборщицы. Когда приезжающие в Госфильмофонд Абдорашидов и Сакуров первым делом шли здорово-то целоваться к ней, а только потом уже к дирекции. Потому что это были те люди, которые им, собственно, показывали мировой кинематограф, да и наш тоже, и которые помогали их собственное кино сохранять. И когда он вдруг понял, собственно, что Тамара Сергеева авторитет среди кинорежиссёров выше, чем у него, в 10 раз, он что-то немножко понял про Госфильмофонд, но слишком мало всё равно. Так, дальше буду листать быстро, потому что всё повторяется. Там были некоторые дикости. Да, это вот трудовые работы, на которых все, включая Клеймер, тоже участвовали. О, тоже Аниша, пожалуйста. У Госфильмофонда было своё хозяйство сельское, коров, стадо своё было, и сад был большой свой. С этих огородов коровников поились и кормили. А вот это, кстати, Телитреев, который был научным руководителем Госфильмофонда на протяжении почти 90 лет, в разных формальных будущих должностях, совершенно совсем молоденький. И самый крупный киновец Царского Союза, самый продвинутый. Да, и, собственно, один из крупнейших киноархивистов мира. Как мне говорили, собственно, про него архивисты-зарубежные, что Дмитриеву должны в Германии поставить конный памятник. Потому что то, что сохранилось большое количество немецкого кино, включая шедеврного специанизма, ну, помимо Носферату Метрополиса и десятка там уже было везде, во многом заслуга его, потому что из Госфильмофонда, собственно, он... И вся фашистская хроника. И вся фашистская хроника, которую собрали смывать в 60-е годы, он её спасал. Анекдот про Дмитриева, который, собственно, неоднократно все цитировали. Когда, после развала Союза, Дмитриев был человек, будучи членом партии, был весьма антисоветским, но, так сказать, вот для карьеры это было необходимо. И слава Богу, если бы он не шёл на эти компромиссы, никто бы туда не пустил, и что было бы с фондом непонятно. Он страшно радовался перестройке, но тогда республики решили забрать себе фильмы свои, созданные у себя. И особенно активно, хотя это Грузия, а в Грузии кино сильное очень. Но условий у них не было для хранения правильности. И Дмитриев, дикция которого сейчас такая, что я на них был не Левитан, он говорил следующее. А потом в Грузии был пожар, и в Грузии сгорела часть фильмов, соответственно. И они опять запросили в госмофонды, и звонил, если я не ошибаюсь, Горбачёв туда непосредственно. Тогда уже был Малышев, да. Да, ничего тем не менее директору. Дмитриев говорил, негативы никто не за 100 не получит. И потом в итоге мне только звонили грузины, сказали, мы созгли себя свои фильмы. Представляете, пожалуйста, новые. Копии, пожалуйста, сделаем, мне совершенно не интересна будет интересная война с Грузией, но негативы не получит никто и никогда. Так, собственно, оно и пока что-то произошло. Хотя покушения возникают регулярные. Или будут еще. И будут еще. Вот лошади были до сих пор. Вот в этих условиях создавался киноархив от Новоклимина, кстати, когда он был молоденький и работал в госмофонде. Вот, значит, и при этом это был тот самый киноархив, который спустя лет 20 попадет в книгу рекордов Геннессика, как рубежский киноархив мира. И не только по количеству, но и, собственно, и по объему работ. Так вот, часть первая мемуарная. Я назвал только два текста, не буду их перечислять, начиная от тех, кого уже нету как грейдинга, который едва успел написать текст, умер почти сразу же. Вплоть до тех, кто работает до сих пор. С одной стороны. С другой стороны. Номер архивный. Там текстная статья про реставрацию фильмов. Наших зарубежных коллег. А там, как Тэгиллз Метрополис в Рице-Ланга, собирался по кускам из многих копий. Как восстанавливалась алчность Штругейма, которая была в исходной его версии делась восемь часов. А у нас и четырех сейчас нет. Как восстанавливался наш человек с киноаппаратом, но при этом не нами, а голландцами и австрийцами. И очень большой процент, читак вот эта часть, есть статьи, которые писали киноведы Госфемофонда «Тогда там живя», первая статья того же Клеймана и Виктора Дёмина. И большой процент посвящен фильмам, утраченным и найденным. Потому что нам удалось отрибутировать последний год в Госфемофоне, потому что мы потеряли. И поскольку сохранность фонда, особенно не могу кино, да то военного тоже получит послевоенного, очень низкая, то мы решили опросить киноведов, очень многих ведущих. Не всех, но кто-то не смог, кто-то не захотел. И нам составили список, каждый стал список из 50 наиболее значимых утрат в советском кино. Опять же, я вам сейчас не могу показать, понимаете ли, верстку. Вот, но сейчас я найду и... И мы составили такой рейтинг. Причем это были не только наши киноведы, но и зарубежные, наши иммигранты, вроде Юрия Кольцевьяна, и иностранные киноведы, работав из-за границы всю жизнь. И там довольно странная оказывается подборка картин. Некоторые из них нам прекрасно известны, а некоторых абсолютно забыли даже, как нам казалось, сами киноведы. Так, ну вот здесь верстка у меня есть. Сейчас я до этого списка дойду тогда. Сейчас, одну секунду. Сейчас. Найдем. Так. И где этот список? Извините, была бы книжка, было бы быстрее. Значит, да, кстати, здесь, между прочим, среди... Так, 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 так. Поиски и находки. Как это неудобно смотреть по... По какому-то 418. Что-то... Толстый, где просто. Да, журнал «Толстый» или там 500 страниц или что. Там просто можно двинуться здесь. Траченный фильм. Значит, на первом месте оказался не бежен лук Резенштейна, а девушка с далекой реки Червякова. Ну, благодаря, возможно, тому, что нашелся мой сын, его один из лучших игроков, а первяков их вспомнили. На втором месте патриот Дориана Грея Мерхольда. Картина, которая, например, священная игра нашего кино. Первая его работа в кино. Одна из двух. И нет ни одной картины Мерхольда. Все они утрачены. Я не буду вам весь список давать. Здесь 50 картин. А третий, опять же, ухаба Абрамурова. Картина, которая совершенно в тени третьей Мещанской, потому что не сохранилась. Но это вот продолжение этой линии. Третья Мещанская, которую знают все. Вполне ожиданное похождение Октябрины, Козницева и Трауберга. Первый фильм фэксов, фабрика исторического актера. Дети були. Первый фильм Эрмлера. Братишка тех же фэксов. Совершенно, как нам казалось, забытая картина Митя, охлопковая за ним посторонняя женщина Ильева. Два фильма по сценарию великого драматурга Николая Эрклана. Что, видимо, делает акционально привлекательным. Еще одна картина Эрмлера. Опять Червяков. И только вдруг Бежен Лук, хотя я был уверен, что Бежен Лук Эйнштейна будет однозначно на первом месте. А дальше возникает очень странная вещь. Я не буду сейчас вам все читать, но если мы идем там... Опять же, фильмов не 600, а фильмов оказалось сотня. Но дальше тут картины, которых мы даже практически и не знаем. Например, картина «Как надо и как не надо» Николая Эркл. Это фильм о том, значит, другое название, как и кого надо убивать. О технологии, значит, соответственно, убоя скота, при котором не страдает мясо и не очень страдает скот. Это была комедия, научно-популярная, которую поставил Николай Эрк, режиссер первого связи другого фильма, «Путевка в жизнь». И, значит, чем нам это важно? Мы не просто оставили список. На основании этого списка мы хотим заниматься потихоньку подбором материалов, все, какие можно. рецензии, мемуаров, фотографии, документов. А дальше, возможно, когда все это есть, то и фрагментов. Я вам приведу два маленьких примера, и на этом я закруглюсь и слабо раздавлю моим коллегам. Значит, среди материалов фильм режиссера Касьянова «Смерть богов» или Юлиана Стопникова. Заинтересовался Касьяновым, но он был очень долго. Сейчас я здесь снял первый фильм с Маяковским, драма «В кабаре футуриста» номер 13, которая есть. Из-за этого фильма мы стали интересоваться, из-за драмы «В кабаре». Нашли его родственников. У них появился потрясающий архив. И вот пример, значит, это наши коллеги из Высшей школы экономики создали сайт, посвященный ранней русской кинопросии. там репрессии, сценарий древолюционного кино. По фильму у Юлиана Стопников оказался полный сценарий, что крайне большая редкость древолюционного кино. Кадры из фильма, оригинальные маленькие кадры, которые мы отсканировали, рекламные фотографии, здесь полный текст сценария, всяческие буклеты, эскизы художников и так далее. Фильм, которым снимался, в частности, великий аксёры Залион Певцов, полковник Бороздена с Чапаю, если получить эту картину. И на самом деле материал, даже Павелён Отступник, это материал для полноценной выставки музея. Это не великий шедевр мирового кино. Но у нас так мало материала по древолюционному фильму, когда мы видим, а это была попытка сделать в итальянском ключе масштабный, да, исторический боевик, как я так говорю, боевик Блокбастин. Вот что находится. И второй пример, который, кстати, в том номере записок, первая попытка какой-то текстологической истории реконструкции, полный подбор, ой, более-менее полный, реценция мемуаров по портрету Дориана Грея Мерхольдовского. Картины они писали много, но всё равно находятся новые материалы. И по ряду других фильмов. В частности, Марголит писал про замечательный фильм режиссёров Голуба и Садковича «Песня о первой девушке». Один из самых громких дебютов гига 1928 года, мы сейчас не помним, ни Голуба, ни Садкович. Хотя есть и более поздние фильмы, а фильм тогда считался одним из наиболее, так сказать, обещающих. И сейчас я вам покажу последнее. Тогда вот здесь, соответственно. Значит, фильм «Дети бури» был в первой десятке. Утраченная картина Фердриха Эрмана Эдуарда и Оганцена, первая их картина. Фильма нету. Сохранилось, мы это выяснили сейчас, слава богу, очень много фотографий на Ленфильме. Около семидесяти. Мы их все отсканировали. И вообще мы хотим делать потом на сайте все это, разумеется. Потому что в книжках можно издавать рецензии и мемуары. Понятно, что будет отдать 25 темов. Фотография показывать не буду, они забавные. Но потом мы обратились уже в припользовании материалов к вдове одного из актеров. А впоследствии, кстати, замечательного режиссера Валерия Соловцова, он один из создателей фильма «Ленинград в борьбе». Фильма, плакад здесь нет, не надо, не надо. Так вот, в архиве Соловцова вдруг оказались киноплёнки. Фрагменты из разных картин с его участием. Я вам не буду показывать их всем, когда фрагменты очень маленькие. Сейчас, секундочку. Я покажу только кусочек. а именно, как раз, кусочек из фильма «Дети бури», вернее, крупные планы. Да, можно отключиться, пожалуйста? очень просто. А вот, это только крупные планы Соловцова. И, средняя черта он со своими другими актёрами, Яков Гудкин и так далее. А вот уже какое-то представление о фильме, хоть какое-то, можно получить. Кроме всего прочего, как вы видите, кадры оперированы, раскрашены в разные цвета. Замечательно, совершенно, да. Вот, горючая плёнка, которую они успели скопировать на безопасную. Это тоже важно, что мы представляем себе кино, как чёрно-белое, анимое, оно было всё раскрашено. И одна из статей, тоже, моя в данном случае, в записках о том, что нам удалось найти или насколько сохранен этот фон, что есть вивированное, что есть, где есть оригинальный цвет, где есть плохие черно-белые копии. Потому что одно дело просто увидеть фильм, поставить галочку, а другое дело видеть фильтр в возданном виде. И надо понимать, где у нас сохранились версии полные и оригинальные, а где только какие-то ущербные копии. Вот такая комсомольская, очень бравая, авантюрная картина, ну, так и «Псители» и некоторые вариации на эту тему. Тогда были «Красный девалят» в конце герой умер. На этом ролик, который он сам себе смотрел, пока не включайте, заканчивается. И пока не включайте, сейчас я покажу вторую, тоже с ним же вещь. В общем, ладно, это я мог надеяться, что это здесь окажется, а вот то, что я не мог надеяться так, «Красный девалят». Это было «Три товарища» сериалов из фильма, который у нас так сохранился. Это и совсем маленькие срезочки, это из фильмов «Эрнгера» «Парижского сапожника». Когда не надо, так оно всё находится. Это «Дом сугроба» «Эрнгера». Здесь такие маленькие кадрики, которые все мы отсканировали и смонтировали, всё это было смозано в ролике. Но тоже набывают кадрики в основной фильм «Непопавшие». Это «Обломок империи», о котором будет материал в одном из лёдовых номеров и восстановили полную авторскую версию. Так, здесь он. Сейчас, извините. Там просто был материал... О! Значит, вот этот материал к фильму «Волк» или «Волки», который Фридрих Эрнгер начал и не снял. Есть маленькая, только заметка одна в прессе, что начинаются съёмки этой картины. Как выяснилось, были сделаны кинопробы. Вот кинопроба Соловцова, наверное, одного из злодеев. Вот это как раз злодеев с мерзкой бородавкой на щеке. И мало того, что это фильм, которого нет, о котором вообще не знали, но к тому же ещё и редко пример кинопробы 20-х годов. А пробы теперь не сохранились. И вот если бы не этот проект, если бы не «Интереть детям» бури, мы бы никогда бы не дошли и вот до этих материалов. Поэтому на это мы и надеемся, что и мы, и наши коллеги, и киноведы, и кто угодно, увидев этот список, могли что-нибудь ещё найдут. И тем самым историю кино смогут изменить. Я эту анкету не заполнял, у меня любимое желание найти, раскопать хоть какие-нибудь материалы по фильму 28-го и 29-го года «Никита Иванович и социализм», в скобочках другое название, «Пропала Россия». Вот что можно было в 29-м году. Отдельный кадр есть в музее кино. Ну, совсем мало. На этом я заканчиваю презентацию этих двух книжек и сказал два слова уже об этом, когда они принялись своим коллегам. Значит, к юбилею Победы в Великой Отечественной войне, которая была известна в 15-м году, Валерий Иванович Фомин, один из знаменитых киноведов, который в последнее время очень активно, мне только пишешь, но, что важно, собирает, копирует книги из документальных материалов, предложил издать монтажные листы и биографию протокопа кеноператоров. И речь об этом шла на фестивале «Белые столбы» в феврале 2015-го года, чтобы к мае 2015-го года издать. Слава Богу, Тамара Сергеева уже упомянутая здесь и немножко я вмешались, когда через наш трубку это будет издано в мае. Это было очень правильно, потому что только вот сейчас, когда всё удалось вычислить, проверить и так далее, это было сделано качественно. Потому что здесь важны не только монтажные листы, здесь важны указатели. Сейчас я подробнее расскажу автор, но здесь действительно понятно монтажные листы, это пока детальная запись всего того, что было снято конкретно оператору в конкретном месте. Это же важно, что есть автор у каждой съёмки, это не просто фронтовые операторы. Операторы с меньшей степенью героизма, с меньшей степенью таланта, и на самом деле одна из задач киновентов это вообще присвернуть имя любой работе кинематографической. Имя режиссёров, операторов, монтажёров, актёров. Поэтому так важна фильмография, это занудная очень вроде бы работа. Это выясняет, что у тебя был ассистентом оператора или ассистентом монтажёра на таком-то фильме. А потом ты понимаешь, что таланта монтажёра потом из неё вырос Тарковский, условно говоря. Поэтому здесь не только вот эти монтажные листы, но и огромные совершенно, во-первых, комментарии Валерия Ивановича и биографические справки с фотографиями и так далее, и так далее. Но и мне интересно, какого размера здесь указатели. Страницы? Всех чем-то отмеченных рядовых, и хозяйственных, и кого угодно, отметить и найти, кто это такой. Тогда это всё становится живым, а не просто перечень фамилий. И поэтому здесь, на самом деле, да, это книга пишет Валерия Ивановича Фомина, но начинал её Владимир Михайлов, была его идея. О нём, скажем, надевать клубного будет хорошо. Больше гораздо, по-моему, работал Бариж Данова тоже на этой книжке. Да. Покойный Бариж Данова. И Тамара Сергеева делала эти самые указатели. И вот тогда же, когда Валерий Иванович предложил свою книжку, мы вспомнили, что Александр Степанович Дерябин, на мой взгляд, лучший фильмограф в нашей стране, составлял долгие годы для себя, на самом деле, в фильмографии различных деятелей неигрового кино. И возникла идея, значит, не может Александр Степанович составить в фильмографии, биографии всех фронтовых кинооператоров. Он сказал, пожалуйста, сделать свою работу быстрее, Валерий Иванович книжка, на самом деле, там стоит же конец 16-го года, но всё то же. К 15-му мы делать не успели, и слава Богу. Самая большая беда нашей страны – это лично мы торопимся к Иберии, поэтому строим петро, которое у нас прорывается, как в Петербурге и так далее. Поэтому здесь мы решили так нигде не поступать. Дальше Александр Степанович сам скажет про то, что мы для себя открыли здесь, а именно мы существенно увеличили количество известных нам создателей фронтовой кинолетописи, это гораздо более точное название, не только кинооператоры, не только они выезжали на съёмочную площадку. Это и звукооператоры, это и администраторы, это и режиссёр. О многих из них мы не знали ничего, теперь у нас есть не только перечень фильмов. Часто очень неполный. Эту книжку можно дополнять, и дополнять, и дополнять. И последнее открытие Саш сделал сегодня, которое мы могли бы дополнить эту книжку. Сегодня, буквально. Парксов там и назад. Поэтому тоже нужен какой-нибудь потом будет электронный вариант. Но мы не знали лиц этих людей из отвлечения. Ну понятно, Роман Кармен, кто-то ещё из крупнейших деятелей кино, Четвиким Учитель. Многие из них мы не знали, как они выглядят. Александр Делябинс мог разыскать фотографии большинства из них. У некоторых даже отчества не было. Одни не целы. Одни не целы, да. Здесь и есть до сих пор люди, у которых нет фотографии. Есть люди, у которых нет до даты смерти. Считалось, что на тот момент, это был 15-й год, в живых единственный оператор Борис Соколов. Тогда нам удалось разыскать ещё одного живого оператора, господи... Старышеса. Да, Викторса Старышеса, который жил в Литве. Сейчас и его уже нет в живых, но тоже тогда, значит, он был забыт. Вот. Поэтому вот, на самом деле, это тоже такое некоторое воскрешение мёртвых, в каком-то смысле. Даже в одном смысле буквально буквы. Поэтому я на этом, собственно, умолкаю. И хотел бы предоставить слово авторам этих книг. Что-то непосредственно о том, как они работали, о том, кто... Что удалось открыть, зачем вообще всё это нужно. Спасибо. Спасибо. Мне попало более случай, наверное, большая коллекция, сначала, которая выглядела просто какие-то 14 таких затасканных рыжих папок с непонятно чем. в котором оказалась вот эта коллекция монтажных листов советских фронтовых операторов. Случилось это по очень прискорбному случаю. Мой коллега Владимир Петрович Михайлов. Замечательный наш киновед, архивист. В его памяти посвящена эта книга. Это первый был собиратель материалов и первые исследователи, создатели советской фронтовой проники. Он работал в моём отделе в Никино искусство. Был мой старший такой коллега и товарищ. Но когда он неожиданно, быстро очень умер, позвонил домой, спросил, не осталось ли... У него дочка только была, уже больше жены не было, она на небесах была, не осталось ли от отца каких-то материалов, которые, может, надо забрать. Она говорит, я их очень много, я завтра их выбрасываю на помойку. Завтра убрану, как часто бывает, просто портит мебель, пыль, собирает помойку. Я умолил её до завтра оставить, всё не трогать, что приеду и заберу. В результате действительно набрал непонятно каких папок, запылившихся, довольно древних и недревних. Набил целый, был набит целый УАЗик, такой вот, до крыши. Перевёз всё это в Никино искусство, в наш институт, где вместе мы с ним работали. И потихоньку-потихоньку там спрятал их хорошо, сейфы такие разложил. И стал потихоньку-потихоньку, насколько у меня было время, разбирать, что там лежит. Оказался у него вообще потрясающий архив его личных работ, до сих пор неизданных. Вот. Подготовительных материалов к его работам неизданным. А это, он был такой вот, может быть из нас самый большой был человек, который собирал, ну просто проводил подготовительную работу. Просто он картотеки заводил, все бумажки маленькие, вырезки из газет, копировал, переписывал от руки. Очень и очень фундаментально и досконально, поэтому огромный архив. Но среди всех вот таких материалов, связанных непрямую с самыми его ближайшими какими-то работами и печатными, вот оказались вот эти 14 рыжих папок подборков, каждая подборка монтажных листов за какой-то определённый период. Их было в этих папках монтажные листы с 42-го года, с начала года, по 45-й. По 45-й, 41-го года не было. Может быть тогда ещё даже и не было монтажных листов, потому что это самый начальный период войны, где было столько страшного хаоса, и может быть не успели навести какой-то порядок вот с организацией этих съёмок. Съёмки велись, а может быть вот документация вся. Ну по крайней мере вот в этой коллекции их не оказалось. Что такое монтажные листы? Вот те, что они делали и заполняли. После каждой съёмки вот первым делом они должны были составить эти свои отчёты о том, что каждый из них в этот день конкретно снял. Начинался я, к сожалению, не успел подготовиться, мог бы показать, как они реально в натуре выглядели. Там начинается название монтажного листа, два фамилии двух операторов, потому что обычно они снимали парами. Один главный оператор, второй его ассистент. И это было очень оправдано. Дальше какой фронт, дата, и после этого шла такая преамбула. Это была обязательная форма заполнения. Преамбула, где описывалось, аннотировалось вот то событие, то явление, про которое посвящалась эта съёмка. Это могло быть на полстранички, могло быть на двух страничках, могло быть на трёх. Более подробно, когда была возможность описать то, что они сняли. Какое бы предисловие. И дальше уже, вот последняя, предпоследняя обязательная часть, это было покадровое описание всего того, что снял оператор. Покадровое. И, ну, причём довольно подробно, потому что если был какой-то человек, указывалось там о звании, имя, отчество, и то, что конкретно он в этом кадре делал. Внизу уже были такие шли технические пометки, в какой обстановке снималась, производилась съёмка, и в каком режиме желательно её проявлять. Другая снималась, когда много пыли, было дым и ещё чего-то. Вот это был ориентир для тех, кто проявляет плёнку. И это надо было немедленно вот это записать и отправить, запечатать вместе с самой плёнкой в Москву. Самым срочным образом. И это нужно было сделать буквально в тот же день, когда производилась съёмка. Потому что в какой-то момент уже наладили доставку даже с помощью самолётов. Вот Киев только что освободили, вечером уже сняли, и вечером оператор уже отправлял как бы вот, что он снял в этом, только-только освобождённом Киеве. Это очень ценили оперативность. Это уже проявлялось, печаталось в Москве. Чем ценны эти документы, когда я стал смотреть, что меня больше всего потрясло и заинтересовало. Потому что, ну, во-первых, Петя замечательно сказал, что точно подметил, что всем вот эти монтажные листы ныне возвращают их авторство. Кто автор каждой съёмки? Ну, кроме того, что там может вот двое, и там не указано, кто что снимал один, а кто что снимал другой. Но зато, по крайней мере, у парочки известно, что это вот точно снимали они. И когда они снимали, и на каком фронте, и прочие-прочие детали абсолютно устанавливаются. Это очень важно, потому что даже в фильмах, где вот таких больших фильмах, как разгром немцев под Москвой, там указывают 16 или 20 человек фамилии, но непонятно, кто из них что снял. Вот это возвращало им авторство. Но кроме этого, второе, вот из-за чего очень интересно было, мне важно казалось издать эту книгу, подготовить её и издать, что многое из того, что здесь описано в этих монтажных листах, причём в покадровых описаниях, я никогда не видел, хотя видел очень и работаю в столбах. Я сам сотрудник госмофонда 60-х годов. Вот наш масонский знак. Как вы видите, всё с таким значком, то это, значит, тоже бывший госмофондовец. Но как и бывших чекистов не бывает, то и нас, госмофондовцев, бывших тоже не бывает. Вот. Там очень много материалов было, деталей каких-то очень важных, очень колоритных, которые до сих пор, вот сколько я уже особенно стал, когда мы просто запоем эту военную хронику смотреть и пересматривать, никогда не встречалось. То есть на бумаге сохранилось в более полном объёме всё, что тогда снималось на фронте. И ещё один потом уже, что это вот всё очень важно для, ну скажем, нас, киноведов, для всё, что касается линии кино, кто работает в кино. Но там есть материалы и есть такие детали, которые, может быть, пока... Хотя грандиозен фонд вообще всего, что собирается о Великой Отечественной войне в стране, дело вот сохранения памяти и так далее, это же огромный уже сейчас океан. Вот всё равно даже в этом океане многих деталей, которые были в этих документах, нет. Нет, потому что там много такого человеческого ещё материала, поминки таких экзотических, военных и так далее. Что такое? Материалов, судя конкретных людей, солдат, генералов каких-то, их поведение. Вот это всё не входило ни в таблы, документы, отчёты фронтовые, ни в какие-то другие, ни в корреспондентам, многим вещи фронтовым, но газетным, скажем, газетчикам, которые тоже бывали, описывали что-то. Вот им это не попадало. Они были свидетели каких-то иногда уникальных ситуаций человеческого поведения какого-то уникального. И вот в монтажных листах это всё зафиксировалось. Зафиксировалось. То есть это новый какой-то источник материалов по истории Великой Отечественной войны. Вот эти три причины заставили меня работать. И примерно вот работа началась с 2000 года. С 2000 года. И казалось вначале, что вот как я не пытался эту коллекцию опубликовать, реализовать, ничего не получалось. Удавалось только сделать какие-то маленькие выставки на основе вот этих материалов, фото-выставки, где-то какую-то маленькую публикацию. Выставок я сделал штук 15, вот потихоньку-потихоньку раскочегариваю. Но только когда для меня стала доступна возможность сканировать какие-то вещи, документы, немножко их редактировать чисто технически, я понял, что это надо просто сделать и вогнать их... Там тиск где-то у меня лежит. Вот это позволит полностью, полностью на маленькую такую штучку записать всю эту коллекцию. И я сам оцифровал, сколько мог, технически отредактировал эти листы, потому что они, часть их уже ближе к концу войны, у них была возможность перепечатывать, там как-то это все более стабилизировалось, работа. А вначале это чаще всего на обрывках бумаги, на клочках бумаги какие-то записывалось. Очень многие записи делали с карандашом. И вот все это большую, все 14 папок разной толщины, но в основном очень толстенькие, оцифровал и удалось... Ну как-то я подумал, что вот надо будет издать. Но в принципе по нам тоже пришла такая мысль, что надо как-то к этой какой-то большой текстовой комментарии делать. И в результате она вот вылилась в книгу, в которую вошли только уже в таком переведенном в электронный вид, не в натуральный, а в электронный вид печатный, в избранные монтажные листы. Вот. С большим указателем, очень важным, очень ценным, действительно с которым очень удобно искать. И с разделом, который называется «Забытый полк». «Забытый полк», потому что к тому времени... Вот сейчас что-то стало меняться, и в эту сторону что-то. И не случайно сразу две работы вот такие появились, еще кое-что. И в целом по стране пошел, как он называется, «Вечный полк». А, «Бессмертный полк», где началось движение «Бессмертный полк». Но тогда, когда вот это начиналось, вот все очень многие, человек 15-20, да, Саша, наверное, было просто раскрученных, хорошо известных, еще, может, десяточек таких, которые упоминались, а про остальных почти не было никаких справочных сведений. Вплоть до того, что никогда родился, не очень, уже повторюсь еще раз, что даже у некоторых отчества не было. И вот мы параллельно не сговаривали. Саша вел эту работу по раскопке биографии. И я по-своему. Но у меня вот этот раздел, последний, который есть, он только связан с тем, что это фронтовые, фронтовые биографии. Саша сделал, но он сам расскажет. Вот. И не столько даже справки такие биографические, они частично воспроизводят биографию. Но это материалы, материалы к биографиям. Потому что сохранился очень хороший комплекс документов, вот, связанных с оценкой их работы, фронтовых операторов. Каждый год они проходили переквалификацию. И по каждому из них писалась такая отчет, на основе которой ему присылывался развяд профессиональный. Высокий, средненький. А некоторые могли и повысить, а могли и понизить. И вот эти все материалы ежегодные, где я оценивалась их работа, вот, они сохранились. И на основе них, их, я и вот, воссоздавал, пытался восстазать, ну, какие-то монтажные образы. Вот. Вот. Этих, этих потрясающих и очень разных судеб, потому что это были очень разные люди, разного качества, разной высоты, а иногда их были очень низкого поведения. Много, несколько человек были просто отчислены с фронтовой хроники, изгнаны с фронтовой хроники, потому что за инсценировки, например. Считается, что вот начальство в годы войны, это самое большое было открытие, конечно, прикоснулось с этим материалом, что начальство только и думало о том, чтобы не снимали правду на войне. Наоборот, вот, уникальный случай был в годы войны, что именно начальство, и самое высокое начальство, и кто был за ними подниже, очень жестко добивалось, чтоб снимали правду. Другое дело, что эта правда иногда очень кровавая, очень трагическая, она шла не просто вот пропагандистский киножурнал того времени, который назывался «Союзский киножурнал», сразу в ходу, с колес, был открыт такой еще один ресурс, где уже просто хранилось, снимать историю войны для будущего. Этот фонд назывался «Кинолетпись Великой Отечественной войны». Его приказ, который был издан, специальный приказ, который обязывал фронтовых операторов снимать решительно все на съемку. И не только победное, это очень наказывалось, это поощрялось, и так далее, и так далее. Но обязательно снимайте кровь, снимайте погибших солдат, снимайте раненых, снимайте, как они гниют в траншеях, ратный труд сапера, который в ледяной воде строит мост. Все было расписано, и не только приказ, они должны были снимать. Под это выделялся очень хороший ресурс, потому что для этого и выделялось время, транспорт, пленка, ну и все остальное. И вот благодаря этому была создана просто уникальная кинолетопись Великой Отечественной войны. Это не шло сразу, вот еще раз скажу, в советский журнал, который выходил два раза в месяц или чаще, иногда чуть-чуть больше получалось. Но вот эта работа была по-честному, очень серьезно, очень здорово сделана. У нас был, я сейчас заканчиваю уже, если такой совместный, долго-долго мы пытались вытащить наших немецких коллег, их архивистов и киноведов, в Москву и поговорить на эту тему. И вот года три назад это удалось, удалось нам провести такой симпозиум российской, где были представители Будда с архива и другие исследователи, которые, я от них домогался, а у вас тоже была такая инструкция, чтобы снимать для кинолетописи, а не только для этого, своего фашистского журнала. Они мялись, мялись и так мне сказали. И я так понял, что, видимо, она не велась. Иначе она нам тоже к нам попала. В белые столбы, в те сокровища, которые сейчас у вас на фонде. Я и так вас заговорил. Передаю слово, Саша. Петр Алексеевич, совершенно справедливо сказал, что многое у нас любят делать к юбилеям. И, как выясняется, не всегда это плохо, а иногда даже очень хорошо. Если бы не тот прошедший юбилей, конечно, моего этого справочника бы не вышло. Так что, спасибо Петру Алексеевичу за идею благотворную, спасибо Гусульмофону. Прежде всего, с большим удовольствием это говорю. Отно с собой. Да, и то, что это дело, видимо, нужное и важное, подтверждалось тем, за какие короткие сроки книжка была сделана, технически, с момента подписания договора до сдачи в печать прошло 14 месяцев. Коллеги мои не верят, это правда нереально сделано. Правда, я при этом уточняю, но еще лет 20 примерно подготовительная работа, кроме этих 14 месяцев. Естественно, делать надо было хорошо, делать надо было по стандартам Гусульмофон, с учетом новых обстоятельств, с добавлением каких-то материалов, строго по архивным данным, по проверенным надежным источникам. Но главная проблема даже не объем этой работы, а главная проблема была все-таки установить, сколько всего было фронтовых операторов. Вот такой простой вопрос, который одно время у меня буквально выводил из себя. спрашивал, без злого умысла, сколько их было, я готов был взорваться. Я говорю, я не знаю, сколько их было, я могу сказать, сколько считается. Потому что это две вещи разные. Сразу после войны называлось аккуратно, что вот их было там около 150, потом цифра эта росла, росла, росла. 276 или 260? Нет, в последнем кинословаре 86 года указано так очень аккуратно. ОК, то есть около 258. Ну как это около? Вот. 257 с половиной или как это? Около. Около, да. Около. И, собственно говоря, вот это число и было долгое время какой-то отправной точкой. Я пытался выяснить, откуда ноги растут у этой информации, кто этим занимался. В конечном счете выяснилось, что занимался фактически один только человек. Алексей Алексеевич Лебедев, сам фронтовой оператор. И, кстати говоря, хоть он и не киновед, и не историк кино, для истории кино сделал, по-моему, он намного больше, чем его брат Николай Алексеевич Лебедев, знаменитый киновед, который это слово и придумал. Значит, Алексей Алексеевич, конечно, специалистом в этой области не был, но он был свидетелем, он был фронтовиком тоже, да, участником этих событий. Естественно, многих знал в лицо. И почти до самой смерти, вот мне попадались в архиве литературы и искусства папки с документами, там есть такой листочек учета пользования, где расписывается каждый человек, который смотрит это дело. До середины 80-х годов, будучи уже глубоко, так сказать, таким старым человеком, он еще приходил в архив и продолжал интересоваться этой темой. — Он стал собирателем всей документации и летописцем, и на работе. — Да, да. Он вел переписку с родственниками, с теми, кто был жив, что-то уточнял. Картотека его, слава богу, она сохранилась полностью, хранится в музее кино. Это карточки рукописные такие, написанные, значит, от руки. И особая ценность ее, вот, как Юрий Алексеевич сказал про фотографии, фотографии, многие уже, я думаю, найти нереально. Вот только благодаря ему эти фотографии сохранились в единственном экземпляре. Ученым он не был. Отсюда некая субъективность в этом большом списке, около 258 человек. Когда я взялся за этот справочник, мне эту проблему пришлось решать. А это, знаете, всегда очень страшно, когда ты ставишь себя как демиолога и определяешь, вот этого считаем, а вот этого не считаем. Тяжелая очень эта вещь, выбор такой. Но, к счастью, в конце концов, я долго-долго голову ломал, как с этим поступить и кого считать. Тот, кто снимал в реальных фронтовых условиях, когда пули свистят и снаряд рвутся. Но ведь нет на 100% информации, которая бы это подтвердила, так или не так снимали. Значит, не подходит. С другой стороны, как быть, в официальном списке фронтовых операторов, Николай Намофилов, погибший в первый съемочный день под Москвой, он только окончил в ГИК, его сразу же отправили в фронтовую киногруппу. И вот первый день он был, значит, бомба разорвалась, погиб. По дороге, по дороге. Безусловно, всегда после войны его включали в список фронтовых операторов. Хотя ни одного кадра он снять не успел. С другой стороны, такой оператор комбинированных съемок, впоследствии после войны очень известный, Игорь Филийцин, успел снять, по-моему, что-то около 10-12 съемок сделать. Но они по разным причинам были признаны браком творческой неудачи. Фильмы их не включили, в журналы не взяли, в кинолитбус не взяли. И его имя никогда не упоминалось в ряду фронтовых операторов. Это же несправедливость явная. И в конечном счете я решил эту проблему так. Считать фронтовым оператором тех, кто официально входил в состав фронтовой киногруппы. То есть документы на этот счет почти исчерпывающе сохранились. И можно с точностью 99,9% установить, кто был включен во фронтовую киногруппу. А уж снимал человек или не снимал, но на это разные были обстоятельства. Кто-то просто не годился для этой работы. Многие операторы имели школу только игрового кино. Тот же Сергей Урусевский, например, гений, который снимал. Но, тем не менее, съемки были удачными. А другим было приспособиться сложнее. Но такая схема деления, такой критерий научный, все-таки позволяет примирить непримиримое. И Номофилова не обидеть, который не виноват, что погиб в первый съемочный день. И в то же самое время отдать должное Игорю Фелицыну, который снимал, но чьи кадры использованы не были. Так вот, маленький нюанс. Еще была одна такая специфическая сложность. Кого считать, кого не считать. Дело в том, что когда статус с годами, статус фронтовых операторов стал повышаться, и пошли даже небольшие, очень скромные какие-то привилегии, поблажки. Сначала на уровне союзских интографистов их стали замечать, им стали больше, чем других давать каких-то льгот. Ну и в книгах то, что они сделали, значение этой работы стало повышаться. Со всех сторон потихоньку, потихоньку повезли люди и нашлись люди, которые тоже стали все выбивать вот этот более такой высокий статус. И у некоторых это там почти получалось. И вот тоже мы с этим столкнулись, и трудно было определить. А вдруг тоже вот такой немножко самозванец, который вот лезет брать или не брать. Ну вот Саша Снегов, по-моему, самым справедливым образом разобрался. Во всяком случае, научные критерии – это один критерий. Мы не можем поступать таким образом, вот этот мне нравится, а этот мне нравится. Если есть уже один принцип, все, мы ему должны соответствовать. Он проверяется. Там приведены все источники, по которым любой человек может проверить информацию, если кому-то захочется это сделать. Но в итоге от около 258 человек список этот я увеличил до 314. И он не окончательный. Потому как несколько человек, о которых даже Алексей Алексеевич Лебедев, когда это было проще, и люди еще, возможно, были живы, около 10-15 человек у него под вопросом в картотеке. То есть, может быть, они что-то снимали, но настолько неизвестны эти люди, они потом не работали в кино, что пока не представляется возможным эту информацию проверить. И совершенно потрясающий еще один опыт был. Александр Иванович Медведкин, наш комедиограф замечательный, гениальный, был руководителем киногруппы Белорусского фронта и воспитал буквально в полевых условиях около 20 сержантов-операторов. То есть, это были реальные солдаты. Их научили обращаться с кинокамерой. Он отобрал их из разведчиков таких самых. Да, да, да. Головорезных самых. И в короткие сжатые сроки, в условиях войны, они освоили профессию оператора. Два месяца учил, да? Да, да, да. И вполне профессионально начали снимать. Вот шесть из них, съемки шести из них, вошли в большой фильм. И фамилии их значатся в титрах. А все остальные, про них нет никаких данных. Кто они, что они, ни фамилии, ни даты рождения, ни данных о том, снимали они что-то или не снимали. То есть, это еще предстоит сделать. Таким образом, вот этот, как бы сказать, перечень, да, он имеет большую тенденцию к увеличению. А то, что находится каждый день новое, это так и есть. Такова уж особенность нашей профессии. Всех архивов за человеческую жизнь не просмотришь, не увидишь. Но то, что делаешь... Так вот, скажи, что оно было сегодня, я сам не знаю еще. А прежде всего, уж не знаю, приятно, неприятно это будет вам услышать. В процессе работы, знаете, больше всего вопросов, как ни странно, было бы ленинградским оператором, не снятых. Я не знаю почему, у меня нет объяснения. Но мучительно очень помог Петя, очень. Другие тоже люди помогали. Мучительно. Каждую вот крупицу, каждую информацию приходилось перепроверять, доставать. Там год рождения, имя отчества, куда человек девался и что с ним произошло. И опять-таки, возвращаемся к тому, с чего мы сегодня начали. Потому что по вот этой юбилеи Госфильмофонда, значит, я сегодня посещал, как он правильно называется? Петербургский филиал. Петербургский филиал Госфильмофонда, да? В которой передана часть документов из ленинградских киностудий. Ленфильм, ЛСДФ ленинградской студии документальных фильмов и Леннаучфильм. И вот там вдруг обнаружились, я не чаю уже совершенно увидеть их, личные дела и какие-то листки по учету кадров. И как раз кое-какая недостающая информация, которую никаким образом раньше найти не удавалось. Ну, разве это не чудо? По-моему, это чудо. Мне тоже не попались, не искал. Но вот в этих папках 14 все фронты были и так далее, кроме Ленинградского. Дело заключается в том, что 41-й и 42-й год, вот самые трудные для блокады, дело в том, что не только монтажные листы не переправляли в Москву, но очень долго, вот до снятия блокады, наверное, в Москву не присылали в полном виде все, что здесь снималось. Вот или это из-за того, чтобы это было трудно, не знаю причину, но вот эта хроника и целая была война даже, чтобы Москва очень требовала, очень хотела, чтобы вот в «Союзский журнал» уже слил сюжеты «Как живет Ленинград в условиях блокады», и ничего не могли никак получить отсюда, очень долго. И прислали специально Романа Кармена, такого самого прославленного и тогда очень оперативного и хитрого работника, чтобы он обеспечил вот эту доставку, чтобы в Москву шла эта хроника. Но и он тоже помогал, организовал, сняли вот первый документальный фильм о том блокаде. Но очень долго в Москву ни пленка не приходила, но не сами документы, которые должны были эту пленку сопровождать. Я думаю, это связано все-таки вот со спецификой особой. Но эти материалы какие-то должны здесь быть в вашем Ленинградском, теперь Санкт-Петербургском каком-то архиве. Это вот просьба и обращение к вам, к коллегам нашим в Санкт-Петербурге. Потому что ближе и может быть удастся найти эти материалы. Особенно вот Люй Гаркос, который для своего сайта «Чапаев» очень много делает, чтобы восстановить работу фронтовой кинохроники здесь в годы. И очень много новых каких-то материалов, свидетельств нашли. Но надо копать ваши ленинградские архивы той поры. В той поры. Может быть там это есть. И там тоже будут тогда уникальные. Потому что то, что вот даже в воспоминаниях ленинградских операторов описывают, что они видели, что они снимали. Ничего подобного в очень богатой кинохронике, сохранившейся, ничего этого нет. Может быть, если эти монтажки сохранились, то у них тоже новый ресурс какой-то может быть найден. Так что надо искать, искать и искать. Самое интересное и самая сенсационная информация как раз именно с Ленинградом будет связана. Вот уже это сейчас понятно, ввиду фильма. Не знаю, опять говорить, не говорить. Да, да, да. Как раз упомянутый Люба делает фильм про блокадо. И в ходе работы и разысканий выяснилось, для меня это просто сенсация. И не только для меня, этого никто не знал. Фильм «Ленинград в борьбе», оказывается, замышлялся в двух сериях. Об этом никто не знает. Снимался материал. Потом эта тема как-то была заморожена и актуализировалась перед Нюрнбергским процессом. Когда в спешке начали, да, что-то монтировать уже или готовить. Да, нам же Люба хотела дать больше. Вот. Готовить, но каким-то причинам прикрыли это дело. Это потрясающе, ведь за годы войны было запрещено очень мало фильмов. Не игровых, документальных. И, возможно, это связано с какой-то общей тенденцией. Потому что «Ленинград в борьбе» — это 1942 год. Вторая серия, предполагаемая, будем так ее называть. Это, видимо, 1943. И как раз в 1943 году и были все запреты. Видимо, прошло какое-то указание сверху от Сталина. Или еще что-то такое. Короче, надо рассматривать более широкий контекст. Два фильма питерских были запрещены. «Ладога» и «Путь открыт». Формальной причины запрета нет. Это маленькие были картины. Но по свидетельствам очевидцев и современников… Простите, уж не могу вам документально это подтвердить. Только со слов старших людей говорю. Первых зрителей, то есть худсовет, ошеломил контраст между лицами, парк номенклатуры и людей, обычных, уличных. И настолько шоково это произвело впечатление, что начальство сразу постановило фильмы запретить. Можно я тогда еще? Да, да, да. Кроме питерских, сейчас прошу прощения. Еще два фильма в тот же год были закрыты. Больших, сделанных на центральной студии документальных фильмов в Москве. Это «Крылья» об авиации и «Кавказ». И очень долго не шли на экран, не выходили на экран, не запрещались, но не выпускались съемки уличных боев в Сталинграде. Потому что только когда уже наступил разгром, и стало ясно, что мы выдержали, выстояли, вот, эти съемки пошли на экран. Их тоже притормаживали. Это вот, видимо, одна такая… Тоже 43-й год, это явно какая-то общая была линия. Чего-то, чего-то не так придерживали, что называется, материал. Кроме запрета, еще, конечно, есть очень плохая сохранность. Потому что, вот, мы говорили, чтобы закольцевать это с нашим этим номером в записке новейческих, скажу и убегу, потому что это презентация фильма. У нас не сохранилось… Значит, фильмы второй план 30-х годов у нас все есть игровые. Игровые. А военных лет кое-чего нету, потому что выпускались маленькие коридрометражные новеллы, они объединялись в боевые киносборники, там работал практически весь кинематограф. Эйсенштейн и Довженко, как-то, единственное, кого там нету. И Барнет, и Пудовкин, и Козинцев, и Траберг, кто угодно. Марк Данской, Игорь Савченко, все на свете. И когда мы сейчас стали для тоже фондовского издания, мы хотим возобновить старые сборники «Кино и время», которые выходили в Госфонде, стали делать с Марголи фильмографию этих как-то «Миражек военных лет», мы узнали про фильмы, о которых никто не знал никогда, что-то было снято и не закончено, а что-то вышло на экраны. Например, здесь Владимир Петров, режиссер фильма «Петр Первый», сделал картину под названием «Скрепичный концерт» в 1941 году, про немецкой жизни, где был немец, антифашист, скрипач, которого пытает немецкий офицер, бьет его прессом по руке, таким образом, чтобы садистически его мучить, а не убить. Этот фильм вышел на экраны, я даже видел афишу его. Куда он делся? Почему он не попал ни в какие архивы? «Варежки» – фильм знаменитый, вышедший во время блокады, единственный фильм игровой, снят во время блокады. Он сохранился в Госфонофоне, его никто никогда не видел, потому что нет звука, нет фонограммы. А этот фильм, который снимался, его ценен как хроник. Это довольно слабое кино, по всей видимости. Но, во-первых, половина его участников умерла спустя несколько месяцев, но, во-вторых, снималось в реальных условиях блокады, и любое игровое кино в этих условиях является документальным, разумеется. И последняя, меня шокировавшая история совершенно, уже с точки зрения упрека нашим друзьям-архивистам, был фильм такого Владимира Шмидгофа, известного комедиолога до 20-х годов, автора фильма, потом звуковом кино, концерт Бетховена, «Откуда песня?» «Эх, хорошо в стране советских жить». Он сам написал слова эту песню, и загремел в лагерь через полгода после этого, написал «Хорошо жить в советской стране». Его выпустили. Он работал на Украине, потом оказался в эвакуации и сделал картину «Люди Красного Креста». Мне его вдова рассказывала много раз Вера Андреевна Арцимович, как она там снималась в этой картине, нигде информации нет. И недавно, смотря перечень того, что было в Госфильмофонде в 42-м году, я видел, что там была эта картина. Когда она пропала из Госфильмофонда? Куда она пропала? Или, может быть, она лежит там под другим названием, в иностранном фонде? Я не знаю. Вот. Поэтому, на самом деле, это кино военных лет, это то, что вызывает, с одной стороны, плохая сохранность, а с другой стороны, и очень неприятные, действительно, вот эти идеологические, так сказать, коннотации постоянные. Как это было тогда, так и сейчас. Вот история, которую тут мне уже рассказывают, активно фильм. Это не секрет, это не тайна, которая вышла в прокат. Картина под искусным названием «Алиментарные дистрофии и авитаминоз», режиссёр Ной Галкин. Это фильм 1943 года, который считался утраченным, был найден, слава богу, в Первом медицинском институте у нас здесь, в Питере. Это научный фильм, в котором мы видим действительно умирающего блокадного человека гораздо более реально, чем фильм «Ленинград. Борьба», где всё-таки, конечно, фильтровались материалы для того, что выйдет Ленинград. А здесь надо показать действительно степень дистрофии. Это, действительно, гораздо страшнее. На виду, что там довольно сыт-сытые, толстенькие доктора, и тоже, конечно, подобранные доктора выглядят хуже настоящие. Да, и там есть инстанировка, но больные – это больные. Фильм был, слава богу, найден, его показали в музее Ахматовой, фонтанном доме, копии есть. Но мне рассказывают, что сейчас как-то очень кисло относятся различные наши инстанции и органы к показу этого фильма. Потому что это, значит, в неправильной свете отражает блокаду. И жалко, что его нашли, лучше бы его не находили. Вот такие точки зрения тоже имеются. Так что я к тому, что вот эта история того, что хранится, что не хранится, что не показывается, это, в общем, история продолжающаяся. Вечная. Наверное. Все. Я на этом бегу, а вы еще продолжайте, потому что я на чем-то оставил. Спасибо. Буду посидеться. У меня там презентация фильма. Почтите. Посиди минутку на память, навеки. Навеки минутку. Для пиару, как ты там понимаешь, нашего мероприятия. А, может, пока нас снимают какие-нибудь вопросы есть уже? Да. Вопросы хотелось бы только написать. Мы готовы. Еще кучу. Что-то получится. Сейчас подождите с книжками. Спасибо. Спасибо. Нет вопросов? Всем все ясно или ничего не понятно абсолютно. Ну ладно, авторы два, по крайней мере, здесь остаются. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Мы забыла вас отпустить. Единственное, что еще хотелось бы добавить, что уже с вами в Москве сидят. Книжки родились и вышли в Москве. А первое их представление здесь, на вашей земле. На нашей земле. На нашей земле. В городе. В далеком и деревне. И вы первое. Спасибо вам, что пришли. Слушали-то ты ли очень. Не шептались. Синечки не грызли. Синечки не грызли. Синечки не грызли. В составе группы. В первую мировую войну точно. Давали даже поснимали. То есть, вы вам такие не встречались в этой истории, что кто-то из офицеров, кто-то из... Нет, но все-таки очень большие навыки специфические требовались для боевых съемок. Поэтому только вот потом... Ну и то даже вот этих разведчиков, когда Медведкин отобрал самых больших головорезов. Он учил все равно два месяца операторскому делу. Правда, он им камеры дал особые, миниатюрные, предназначенные для съемок. Такие маленькие аппаратики были. Он ими вооружил. Вот такими портативными камерами. Еще один вопрос. Валерий Иванович Александрович, скажите, пожалуйста, а вот какой процент из упоминаемого в монтажных листах материала, на ваш взгляд, не сохранился? То, что... Чего вы не видели? Или не можете понять, что это есть? Нет, такого вы не проводили? Из пленки? Да, из пленки. Что вот есть, а чего нет? Нет, это очень много. Именно поэтому я старался издать монтажные листы. Очень много. Зазор очень велик. Очень большой, да? И не только в монтажных листах. В воспоминаниях много. Есть описание того, как они снимали, чего это стоило, и описание конкретных сюжетов. В том числе потрясающие есть воспоминания такие у ленинградских фронтовых операторов. Например, один описывает, как стоит очередь. Вот уже те, кто немножко переправе подвезли, и там их подкармливали. Вот туда вот, к Ладоге. И вот немножко подкармливали. И описывается женщин, как он видит, он не снял это, но, может быть, и хотел снимать даже. Может, и снял. Как она несла своим детям там тарелку, и как она его уронила, и что вот то, что должно было спасти им жизнь, потому что уже на последнем ресурсе люди были. И эта тарелка упала, и как она себя вела. Вот это потрясающе. Он говорит, нигде же мы вот этого не видели ничего. И очень много таких съемок уникальных. Например, там в Белоруссии уже, ну там западная церковь местами где-то была, ну католическая. И как русские солдаты балдеют, зайдя на службу в католический храм. Вот один оператор снимал. И он снимал вот придорогиного фамилия, значит. Мне очень запомнилось и очень заинтересовало. И он снимал вот много очень нетривиального. Потому что, например, ну вот в той же самой Белоруссии, когда солдаты входили куда-то, то их везде встречали женщины там, ну ни с чем пытались угостить. И он снимал, как бутылку с самогоном принесли, значит. И из одного стаканчика они пьют, а один не может дождаться и пьет прямо с горла. Ну это вроде такая вот не очень, ну, но для войны это такой показатель вот документов, кинодокумента настоящего, неподдельного, ну вот очень своеобычного. Такая красочка тоже. Вот у этого придорогина таких, его отчитывали, писали, не снимай это, вот снимай то, что тебе положено. А вот все равно вот такие бытовые, жизненные детали, очень смачные, очень колоритные. Вот пленки это я не видел, а в монтажном листе эти записи. вот такие дела. Мы вас заговорили. Есть одно мнение по поводу, почему в Сталинграде, в Баине показывали тоже, как бы могу спроецировать из своего времени. В 1915 году, в апреле месяце, был снят фильм «Падение перемышлений», взятие перемышлений. Туда приехал император, все это отсняли с большой помпой, вот и монтировался фильм, две части. Он хранится в Красногорске. Вот. Но когда царь, фильм делался не быстро, и когда царь уже приехал в Ставку, уже 22 апреля он был в Перемышле, а 6 мая он приехал в Ставку, через какой-то уже случился горлицкий прорыв. И ситуация на фронте изменилась. И весь отснятый материал, его, просто, надо сказать, фильм не вышел на экране из-за того, что изменилась ситуация на фронте. И такие же, наверное, случаи имели место в период Великой Отечественной войны. Вот. Вот на Прибалтийском фронте, я, например, знаю, была такая ситуация, когда Багранян послал Сталину бутылки с водой из Балтийского моря. И когда Сталин, в общем, их, в общем, приказал вылить, сказал, что, то есть, ситуация на фронте изменилась. Ну, то есть, дошли до Балтийского моря? Ну, войну это единственный случай был, когда в истории нашего кино, когда начальство вело себя адекватно. И как раз вот не боролось с правдой на экране, а наоборот настраивало. И, видимо, это шло из Кремля. Не случайно Сталину приписывают вот это знаменитое высказывание, что хороший фильм стоит нескольких дивизий. Это же высокая, высочайшая оценка. Потому что цена дивизии была такая, особенно в крутые времена. Очень высокая. А приказы, они по группам, каждый отдельно? Вы нас спрашивали уже, мы заботим других людей. Не, я просто... Нам интересно. Все, я хочу. Да, никто не видел. Саша подкупит. Если у кого-то, извините, если у кого-то вопросы есть, просто есть. Это все, все. Просто как лицо заинтересованное. Одно дело, когда спрашиваешь в куарах, а когда вот... Другое. Мы на самом деле тоже так. Мы просто представители поискового отряда. Мы изучаем войну. Уже вот на месте мы копаем кости, возвращаем бойцов из них. И очень интересно вот вас послушать. Вы совершенно с другой стороны изучаете войну. Ну, у войны столько лиц, столько. Но итог, извините, это великий подвиг, может быть, самое такое значительное событие в нашей русской истории. Не дай Бог, чтобы дальше были еще события круче. Ну, могут быть. Ну, могут быть. Потому что вот у церкви, я не знаю точно сколько святомучеников и святых вообще, ну, очень ограниченное число. Не больше сотен, наверное, да. А вот в войну у нас были не тысячи святых людей, а миллионы. И только поэтому. Не потому что были у нас очень хорошие военные начальники. Это тоже важный фактор. И что-то еще там другие факторы. На самом деле это был подвиг огромного числа людей. Огромного. Просто и самых простых дяденек, и тетенек, и каких-то, кто был повыше и так далее. Это был подвиг действительно всего народа. Очень дорогой. Сколько было отдано этому. Чем больше вот входишь немножко в этот материал. У меня уже третья книга вот эта. И штук пять нам фильмов есть, и сколько я фильмов консультировал и так далее. Я от этой темы не могу отойти, потому что там столько вот чего-то яркого, необычного и все еще неожиданного, что вот хочется еще копать, копать и копать. Мы тоже в прошлом году. Эпоха, конечно, невероятная. В прошлом году в мае у нас было. И взлетные, и падения такие страшные. Извините, что я не говорю. В прошлом году, да, мы тоже выезжали на вахту памяти и обнаружили достаточно интересный случай. Дерево, под деревом был, видать, окоп какой-то. И мы раскопали. Собака унюхала, стала копать. Мы нашли остатки кострич, попелища. Потом пошли банки и нашли целый застеганный ремень. Офицерский ремень. Ремень настолько маленький, что это, видимо, были 13-летние или 14-летние. Ну, какие-то юноши, мы совсем молодые, которых не осталось ровно половины человека. То есть нижняя часть была. Что там произошло? Как их накрыло? Это 1942 год, это? Специально открыл книжку и хочу вам зачитать эпиграф в голове «Забытый полк». «Забытый полк». Это песня, это стихи вашего. Что-то я никак не могу выговорить санкт-петербургского автора, ленинградского автора, потому что в данном случае он абсолютно ленинградский. Игорь истеряю. Вы давно слышали, это именно. «Откопай меня, браток, я Вершинин Саня. Пятый минометный полк, сам я из Рязани. Много ты в кино видал о солдатах версии. Сейчас послушаешь мою, да будет интересней». Потрясающая песня его «Георгиевская ленточка». Там самый пронзительный в телевидении сюжет, в интернете сюжет, как он выступает перед такими, как вы любили. «В том числе, где были написаны эти стихи. На тех же самых могилках эти ребята. Вот замечательно потрясающие. Но мы тоже копатели, только не в такой земле были. Саша. Спасибо вам большое за ваш труд. Мы вам планируем и благодарим. Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ